И в заключении выпуска коротко о жизненно важном с городской планерки Лариса Панина. Весна и лето для Подмосковья – период повышенной пожарной опасности. Только в апреле месяце на тушение горящей травы и мусора пожарные ПЧ-82 выезжали более 90 раз. В связи с увеличением пожаров в лесных массивах и в целях пожарной безопасности скверов и лесопарковых зон, глава города Николай Гречишников подписал постановление о создании групп патрулирования лесных массивов в микрорайонах Восточной, Луговая, Красная Поляна, Депо на весь пожароопасный период. 15 раз, как сообщил Денис Березин, начальник отделения госпожнодзора по городу Лубня, сотрудники ПЧ-82 выезжали на пожары. Из них 11 произошли в городе. Горел жилой дом Тургенева 5. Удачно вовремя хозяева обнаружили пожар. Было 4 поджога автомобилей. Полиция хорошо сработала, поймали злодея. И на дружбу 4 загорелась квартира в результате короткого замыкания к топроводке. Тоже был серьезный пожар. 22 апреля горел завод растительных масел, неработающий цех. Кстати, оставленный без присмотра стиральной машинки. Разошло короткое замыкание. 24 апреля горел балкон на Букинском шоссе, дом 27 на 4 этаже. И 25 апреля на аэропортовской дом 5. Был пожар тоже, опять же, на балконе. Был установлен автономный извещатель. Находилась ребенок, школьница. И в результате сработки автономный извещатель, она была оповещена и вовремя покинула помещение. То есть практически он ее спас. У кого нету, тому это очень даже рекомендуем. И батарейные 4. В месяц 4 возгорания. Ну и еще довожу до свидания, с 1 мая губернаторам введен особый противопожарный режим на территории Московской области. Тоже, точно. Теперь жить нельзя в категории ничего. Последние выходные апреля принесли печальную статистику. Растет количество случаев выпадения детей из окон домов. Два ребенка по недосмотру родителей выпали с 4 и с 1 этажа. Поэтому обращаю ваше внимание, внимательно следить за детьми. Москитные сетки, на которые они облокачиваются, дети, они вываливаются. То есть они не удерживают массу тела. Вот ребенок двух лет с 4 этажа выпал, остался жив. Ну, опять же, это чудо просто какое-то. Поэтому два случая у нас уже есть. И хотелось бы поэтому обратиться, чтобы не открывали окна с москитными сетками. Не оставляйте без присмотра своих маленьких детей. Более ответственно подходите к обеспечению их безопасности. Как сообщил начальник полиции Сергей Молодяков, пережив 1 май, лобнинские защитники правопорядка готовятся к работе в дежурном режиме в период празднования Дня Победы. Лариса Панина, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.